Новая жертва обмана 43-летний магнитогорец перевел на счет телефонных мошенников почти 4 миллиона рублей. Пострадавший говорит, что знал о схемах обмана, но сам не понял, как попался на удочку злоумышленников, которые представились работниками банка. Звонок из банка не насторожил мужчину, потому что накануне он посещал это финансовое учреждение. Поэтому, когда ему сообщили, что на него оформлен кредит, но деньги якобы будут перечислены другому человеку, магнитогорец озадачился и охотно пошел на контакт. Вы подавали данное кредитование. Мы пытаемся выяснить. Окончание Альфа-банка, окончание карты 3224 на имя Воробьева Кристина Владимировна. Понимаете? Этот человек должен получить эту сумму. Это ваши действия. Мы, как финансовый департамент, пытаемся установить истину. Ну нет, конечно, это не мои действия. Чтобы деньги не достались мошенникам, мужчину убедили оформить кредит самостоятельно, а затем перевести все средства на так называемый безопасный счет, с которого займ и будет погашен. В полицию обратился житель нашего города, 1979 года рождения, который пояснил, что он провел целый день в банке, чтобы в дальнейшем перевести почти 4 миллиона мошенникам. Мужчина знал о том, что существуют мошенники. И он говорит, я никогда не брал телефон, либо всегда прекращал разговор. Но вот здесь так сложились обстоятельства, что сомнений у него не возникло. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако от уплаты кредита магнитогорцы это не освобождает, поскольку все было оформлено по доброй воле и в соответствии с действующими нормами. И таких пострадавших в городе уже более 1300 человек. Ущерб от рук мошенников составляет только в городе Магнитогорске более 100 миллионов рублей. И всегда, когда мы их спрашиваем, как вы стали жертвой мошенников, говорят, что общаются они очень убедительно. Конечно же, используют чувство страха, что денежные средства будут похищены. И нужно достаточно быстро перевести их на другой счет. Поэтому магнитогорцы и поддаются. Сотрудники полиции еще раз напоминают горожанам. Первое, что нужно сделать в таких ситуациях, это немедленно прекратить разговор и положить трубку, а затем самостоятельно перезвонить в банк. Сотрудники банков никогда не звонят и не предлагают перевести денежные средства на безопасные счета. Ни в коем случае в таких ситуациях нельзя диктовать свои банковские реквизиты, номера банковских карт, секретные коды, те коды, которые приходят в смс-сообщениях. Как только вы это продиктовали, вы дали инструмент для доступа к своему банковскому счету. И в дальнейшем уже мошенники не оставят ни копейки.